Мои хорошие, сегодня мы будем продолжать ту тему, которую Бог вот как-то ведет и ведет каждую неделю в течение всей недели. Я чувствую, как Он призывает Церковь к тому, чтобы мы посвятили Себя Ему. Не только один-два человека, но чтобы откликнулись сердца многих. Сколько читаю Писаний, я везде вижу, как есть призыв к поклонению такому всей своей жизнью. Мы все хотим, чтобы слава Божья состоялась, мы все хотим, чтобы сила Бога пришла. Мы все ожидаем пробуждения, а Бог ожидает нас. Ожидает, когда откликнутся сердца, чтобы возлюбили Его больше, чем собственные жизни. И сегодня мне хочется продолжать говорить об этом. Я думаю, что пока мы живы, призыв будет этот звучать всегда. Призыв о том, чтобы посвятили себя Господу. Итак, мы рассмотрим послание Павла Коринфляна, 2 Коринфлян 4, 11. Павел говорит, и мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Мне бы очень хотелось, чтобы всеми эти слова понимались правильно, но почему-то кажется, что не все его понимают. Что означает, предавались на смерть ради Иисуса? И вдобавок сказали, непрестанно. Если можно подумать, что призыв идет к тому, что если придется, надо отдать жизнь за Христа, то речь идет не об этом. Павел говорит, непрестанно предаваться на смерть. Предаемся, или же предаем себя. Это действие самого человека, это по желанию. Ради Иисуса. Все делается ради одной цели, ради Иисуса. Для того, чтобы жизнь Иисуса отразилась в жизни человека. В смертной плоти. Но я хочу вот задаться вопросом, все ли желают этого? Вот все ли понимают, что призывает, к чему призывает Павел? Это, конечно, он говорил о служителях. Но я уверена, что каждый из нас служитель. На своем месте каждый служитель. И те, которые жажду служить, которые хотят служить Богу, услышьте эти слова. Павел говорит, что сокровища носим мы внутри себя. Вот 2 Коринфян 4, 7 говорится. Но сокровища сия мы носим в глиняных сосудах, чтобы призабыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Но мы, это сокровище, это сокровище в глиняных сосудах, чтобы преимущество Бога быть Богом, а не от нас. Когда вы читаете эти строчки, вы задумываетесь, о чем он говорит, какое сокровище. Что он называет сокровищем? И что сокровище для каждого из нас? Что мы носим в своих сердцах? Какое сокровище? Конечно, Павел описывает, что для него сокровище. Опять-таки, 2 Коринфян 4, 1, 2. Он говорит, посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Как я вижу, Павел называет сокровищем вот это служение Нового Завета. Он называет сокровищем вот это посланничество, которое сопряжено, естественно, с присутствием Духа Божьего, с присутствием Его самого внутри себя. Это сокровище. Это сокровище. Он носит это в себе. Те, для которых служение — это не обязанность, а сокровище. То есть вот так надо относиться к этому, как к сокровищу. И если оно для тебя вот так драгоценно, то, естественно, ты переносишь все ради того, чтобы вот это сокровище не потерять. Хотя, конечно, приходится переносить очень многое. Как Павел и описывал, что только ему переходилось, и не только ему, а всем служителям переносить. Но все, что они хранили, это то, что внутри них, чтобы вот это не потерять. Сокровище. Прочитаем сейчас 2 Коринфян 4, 8-12. 2 Коринфян 4, 8-12. Павел описывает. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Вот оно сокровище. Жизнь Иисуса внутри тебя. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Я как-то прочитал эти строчки и заметил, как интересно Павел разделил. На нас и вас. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Почему он так разделил? Что это за деление? Что послужило причиной для такого деления? Фактически он разделил на тех, которые посвятили себя. И на тех, которые просто удовлетворились спасением. Тех, которые просто удовлетворились спасением, нетрудно распознать. Хотя бы даже потому, что они не умирают со Христом. Непрестанно на смерть не предаются. Даже если от чего-то отказываются, они уже считают, что это так много они сделали, это уже подвиг веры. Но я вам скажу, в таком случае, жизнь Христа внутри для тебя не сокровище. В таких сердцах есть другое сокровище. Душевное богатство. Душевное, но не духовное. Лишиться каких-то удовольствий по плоти, они будут считать, что они распялись с Христом. Однако, вот в этой жизни, в такой жизни, господство Иисуса Христа не проглядывает. Если не умереть со Христом, и Он в тебе не отразится, не отобразится. Не воскреснет. Слава Христа внутри человека, если он не умер. Вот это воскресение в славе, в силе, не воскреснет. Такой человек будет только ожидать воскресения, когда придет Христос и всех заберет. Но ведь можно сейчас жить в воскресении Христа. Можно сейчас жить в славе воскресения, ходить в этой славе воскресения. Вы знаете, что Дух даже возрожденного человека может собой не являть Христа во славе. То есть воскресшего Христа. И Павел говорит об этом. Он говорит вам и нам. Мы и вы. Мне очень хочется, чтобы мы все были в таком состоянии, как Павел ходил. Как хочется, чтобы все служили Господу. Как хочется, чтобы все были служителями и носителями славы Бога. Но это возможно только, когда мертвое тело, то есть плоть. Когда внутри нас есть вот эта мертвость Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы жизнь открылась. Чтобы Божья жизнь открылась. Мы должны быть мертвы ко всему мирскому плотскому. Всегда носим в теле мертвость Господа. Понимаете? Всегда. Не время от времени. Всегда. Нужно так жить. Это должна быть так построена жизнь. Как возможно это? Носить мертвость Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Это не так, как некоторые говорят. Да, в душе у меня Бог. В духе у меня Бог. Там в мыслях, в разуме. Здесь говорится в теле. В теле надо носить. Представляете? Тело должно носить мертвость Христа. Если не умрет желание плоти. Вот эта плотская натура. Это невозможно. Плоть должна умереть для греха. Для похотливых желаний. Для страстей. Для искушений. Тогда ты только можешь носить мертвость Христа, потому что Он для этого всего был мертв. В Нем ничего подобного не было. Если это в тебе еще есть, ты просто подавляешь себе, ты еще живой. Вы знаете, Галатам Павел говорит так, 5, 22, 26. Плод же Духа, нашего Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовые, распяли плоть со страстями и похотями. Опять, что это? Распяли, то есть умертвили. Если мы живем Духом, то и по Духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Если человек живет Духом, а не Душой, если он не остается плотским христианином, тогда он имеет такие плоды. Мир, радость, любовь — это плоды его Духа. Они проявляются в его жизни. Но если человек не имеет таких плодов, если он остается плотским и душевным, тогда он может просто погашать в себе, он научится погашать в себе эти качества. Но они в нем будут жить. И поэтому они время от времени будут себя проявлять. Если не распял человек свою плоть со страстями и похотями, они будут себя являть. Человек будет все время в борьбе. Он будет стараться это погашать в себе. Но он не будет свободным. Только мертвый человек освобожден. Плоть освобождена. От похоти, страстей, плоти. Живой человек только удерживает. Я много раз слышу, когда задают мне вопросы. А как возможно человек был такой духовный? Человек был такой служитель. А как он мог так упасть? А как он мог вот такой служитель высокого ранга и так низко пасть? А потому что не распял себя. А потому что он все время придавливал. То, что жило в его плоти, он всегда ногой придавливал. Но однажды не пободрствовал. Однажды устал придавливать. Нужно быть свободным. А для того, чтобы быть свободным, надо быть мертвым ко греху. Плоть должна быть мертва ко греху. Только так ты победил. Только так ты совершился, ты освободился. Искушать мертвую плоть смешно. Почему и было сказано, что вот идет сатана, а Иисус сказал, и не имеет во мне. Ничего, князь мира, ничего не имеет во мне. Почему? Потому что он был мертв ко греху. И мы вот эту мертвость должны носить в себе. Понимаете, какую мертвость мы должны носить? Чтобы нечем было нас искусить. Потому что все умерло. Воскрес внутри нас Христос. Как Павел один раз сказал, что уже не я живу. Не я живу. Христос живет во мне. То есть он уже не жил плотской жизнью, не жил для себя. Но если оставить грех в себе, если не освободиться, он однажды восстанет. Однажды восстанет через плоть на тебя же. Плоть осталась живая. В живой плоти живой грех. Поймите это. И временами будут победы, а временами и даже больше будут поражения. В таком случае это не будет у тебя плод духа. Мир, радость, любовь. Это временные будут проявления. Фактически плод еще не совершился. Зелененький. Нам нужно быть зрелыми христианами. Зрелыми. Мы призываемся быть зрелыми христианами. А зрелость определяется плодом духа. Зеленый дух или уже созрел всегда должен быть внутри нас мир, радость от Господа, независимо от этого мира. Мы можем посмеяться, мы можем порадоваться, а потом радость куда-то делась. обстоятельства не те. И уже нет радости. Но если ты в духе имеешь радость, во всех обстоятельствах она у тебя не отнимается. Даже если ты плачешь, имеешь скорбь по плоти, как сказал, будете иметь. в духе радость никто не отнимет. Вот к чему мы призываемся. Иметь вечную радость, иметь вечную любовь, иметь вечный мир, как Иисус сказал. Примите мир, который Я даю вам. Не тот, который этот мир может дать. Потому что все его качества они постоянные. И все эти качества он может дать только в мертвое тело для греха. Те, которые умирают со Христом, они воскресают. И в них воскресает Христос. Уже не я, а Христос живет во мне. Вот чего мы призываемся. Поэтому Павел говорил, что не будем тщеславиться. То есть не будем выглядеть перед другими. как будто мы умерли для греха, как будто мы распяли свою плоть, не надо выглядеть перед другими. Не тщеславьтесь. Нужно быть такими. Идите честно этим путем. Не ходите друг перед другом, показываясь. потому что Бог видит сердцевину, видит то, что внутри. Христа обмануть невозможно. И в таком теле Он себя не откроет. Не откроется. В таком сердце нет сокровища, которое не увядает. Вы помните места из Писания, где говорится «приобретайте сокровища на небесах». Но я вам скажу, что небеса начинаются отсюда. Вот тут у нас небеса. Царство Божье должно быть вот здесь. Итак, для того, чтобы нести жизнь в себе, жизнь Иисуса, не просто жить, а жизнь Иисуса нести в себе, надо, чтобы смерть Иисуса жила в плоти нашей. действовала в плоти нашей. Услышьте эти слова, они очень глубокие. Чтобы смерть Иисуса действовала в нашей плоти. Тогда жизнь воскресшего Христа будет проявляться через нас. И это должно быть всегда. Не время, от времени, от хорошего настроения, от того, что я выспался и хорошо покушал. Всегда. Всегда, понимаете? Постоянство должно быть в духе, постоянство. В жизни духовного человека должно быть постоянство. Потому что наш Бог постоянен. У Него нет плохого настроения. Даже не могу себе представить, что сегодня у Бога плохое настроение. Что будет с землей? Что будет с нами, если у Него сегодня плохое настроение? Он постоянно. Постоянная любовь, постоянный мир. И нам Он говорит, имейте это постоянство. И Павел призывает, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Он так жил. Не один. Он говорит, носим те, которые предали себя. для славы Божьей. Те, которые посвятили себя для славы Божьей. Всегда. Понимаете? Носим в теле мертвость Господа Иисуса. Для чего это делается? Чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле наше. Хочу задать вам вопрос, для кого открылась? Для тех, которые носят смерть? Нет, для других. Как они увидят живого Христа, если твоя плоть живая? Они видят твою плоть и поступки по плоти. Но именно для других. Чтобы смерть была в нас, чтобы жизнь была в других. Не удерживать себе надо греховную натуру, а умертвить, распять, со страстями и похотями. Убить надо это все на кресте. То есть распяться со Христом. И как это возможно? Возможно. Это становится возможным, когда мы хотим этого. Когда человек больше всего любит Христа. Больше собственной жизни. я вам скажу только тогда, когда для вас Господь это сокровище. И все, что от Него это сокровище. Когда для вас служить Ему это сокровище, то вы будете так жить, храня это сокровище. И всякий, кто будет посягать на это сокровище, будет врагом. Потому что посягают на святыню. На то, что предано Господу. Вот так надо жить. Так призывают нас апостолы. Так говорил Иисус, что надо жить. Жить по Духу. Предпочитает всегда все, что душевное. Об этом говорил Иисус. Когда Он сказал, если не возненавидите. Все, что душевное, я не буду перечислять, если не возненавидите и даже души своей не достойны меня. Не достойны того, чтобы Он в вас отразился, отобразился. Чтобы Он жил внутри вас. Не достойны. Это ужасно. Если для тебя Господь не господь сует и сокровище, ты будешь так жить. Но я прочту вам сейчас жизнь достойную Христа. Я вам немножко прочитала, еще раз повторю. Это жизнь достойная Христа. Второе Коринфян 4, 8, 12. Еще раз прочту вам. Потому что мне очень хочется, чтобы это настолько вошло в вас, чтобы вы этим жили, чтобы оно вошло в ваши мысли, в ваше сердце, вашу душу заполнило вас, вы думали об этом. Да. Они говорят, апостолы, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Вот при всех этих обстоятельствах, они не сдаются. Почему? А потому что внутри носят сокровища. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Открылась. Вы знаете, какая это любовь. Это такая любовь, и не только к Господу, а из-за того, что любишь Господа. Ты посвящаешь свою жизнь, чтобы Его жизнь открылась для других. Вот какая любовь. И какой любви ждет Господь. Ты себя отдаешь для того, чтобы открылась жизнь Христа для тех, кому ты будешь нести Писание. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это жизнь по духу. Вы никогда не сможете привести души, если вы живые. Потому что вы будете вести не к Господу, а к себе. Если вы живые, вы будете приводить к себе, привлекать к себе, а не к Иисусу. Но когда человек живет по духу, это возможно, то, что сказал Павел. Когда человек пребывает в воскресении Христа, тогда это возможно. Лишь тогда, когда плоть мертва. Со своими страстями, со своими похотями, желаниями, противящимися Богу. Потому что сказано, плоть всегда противится тому, что духовно. А вот дух противится тому, что плотское. Поэтому лучше покориться духу и жить по духу. умертвив плоти. Со страстями и похотями, чтобы эта война внутри не была. Ты не можешь иметь мир, не можешь иметь внутри радость, если внутри битва. Если тебя все время тянет мирское, плотское, а ты воюешь, чтобы показаться духовным, в конце концов ты устанешь. Выходи в дух. Заходи, дорогой брат, сестра, в дух и живи в духе. Там нет битвы, там радость, там довольство. Несмотря на все, что я сейчас прочитала, Павел описывает, у них было довольство. У них была радость. Поэтому Павел еще других утешал и говорил, радуйтесь, непрестанно радуйтесь. Я думаю, что некоторые, которые бы оказались в его ситуации, в тюрьме тогда он сидел, в заточении, как он описал часто в холоде и в голоде, то пришлось бы его утешать. Ему говорят, Павел, надо радоваться в Господе. Он при всех этих обстоятельствах имел такую радость, что еще писал, радуйтесь. Вы там на воле не унывайте, радуйтесь. Почему? Потому что никто не мог отнять у него то, что было небесное. Никто не мог отнять у него вот это то, что он в Духе имел. Мир, радость, любовь во Святом Духе. Плоды Духа. Я хочу прочитать вам еще одно место. Иоанна 12, 24, 26, как говорил Иисус. Он не просто так говорил. Он предупредил, что другого просто нет пути. Поэтому Он сказал дважды, истинно, истинно говорю вам. Не просто так, истинно, истинно, утвердительно. Если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. О пшенице ли он говорил? Или о нас? Он дальше продолжил. Любящий душу свою погубит ее. Это то пшеничное зернышко, которое не упало в землю, чтобы умереть. Любящий душу свою погубит ее. А в чем погуба? А он не принесет плоды. Он мертвый как раз так. Это мы думаем, вот умер, не живет для этой плоской жизни, что за жизнь у него? Так он как раз то и живой, а ты мертвый, потому что ты не приносишь плода. Зернышко, которое лежит, оно высохшее, не приносит плода. от него нет пользы. И так любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Это сказал Иисус. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец Мой. Вот за Ним и последуем. Он говорит, Его мертвость надо носить. Умереть для плоти, для своих похотей, для своих желаний, для своих страстей, просто чтобы в теле отразился Христос. И так только возможно следовать за Христом. для того, чтобы жизнь Бога действовала внутри нас, для того, чтобы мы спасали других, могли принести жизнь кому-либо, мы должны умереть для своих страстей и похотей. Только так будет благовествование иметь силу воскресшего Христа. Только так увидят Христа. Не тело, а Христа за этим телом и внутри этого тела. Смерть будет действовать в нас, а жизнь будет действовать в вас. Итак, это посвящение. Это посвященный Богу человек, который имеет желание быть причастным к служению Богу, благовествованием. Это правило, которое должно быть усвоено нами. Всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса. Я вам объяснила, что такое носить мертвость Господа. Он был мертв ко греху и ко всем мирским похотям. Итак, мы всегда должны носить мертвость Господа в нашем теле, говорится в нашем теле, не в мыслях только, в теле, ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, для того, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Поймите, сокровище — это служение Господу. Это Он Сам, это Его воскресение, это Его сила, это Его слава. Это Царство Божье, которое может быть внутри нас, это сокровище. И мы можем носить это сокровище в себе, но только в смертной плоти. Только тогда, когда плоть умирает. итак, я хочу, чтобы мы знали с вами, как жил Павел, как призваны мы жить. Как он говорит в Коринфлян 4,5, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваших Иисуса». Но те, которые не умерли, они будут проповедовать себя. Им очень важно, чтобы их видели, их замечали. А те, которые носят в себе сокровища, им так хочется поделиться этим сокровищем, показать это сокровище, явить это сокровище. Понимаете, что для вас сокровище? Подумайте, родные, что для вас сокровище? Пересмотрите свои сокровища. Что у вас в сердце? Чего вы поклоняетесь, что вы бережете, что боитесь потерять? Посмотрите, пересмотрите, освободитесь от лишнего. Услышьте сегодняшнее слово. Оно к вам обращено. Господь очень хочет, чтобы вы посвятили свою жизнь Ему. И как посвятить? Он говорит, Писание наполнено. Это и есть путь. Это и есть путь. Это узкий путь, но он великолепный. Это путь славы. Иисус говорит, что последуйте за Мною. Он шел следами славы. Хотя здесь, на земле, это так не выглядело. Но на небесах, это след славы. И я призываю вас идти к славе. Жить во славе. В Божьей славе. Не в человеческой. Пусть даже никогда вы не будете прославлены среди людей. А как сказал Павел, будете как мусор всеми попираемых. Главное это слава на небесах. Если вы здесь получите всю славу, а там услышите я никогда не знал вас. Что вам от этого? Ищите славы Божьей. Ищите Его лица. Посвятите себя Господу. Вы призываетесь к Нему. Его лица. Ищите